21 мая в центре поиск прошло мероприятие и снова этот день настал, но мы опять сюда вернемся, которое было посвящено закрытию учебного года. Уважаемые педагоги, уважаемые родители, уважаемые ветераны педагогического труда и наши дорогие воспитанники, примите поздравления с окончанием учебного года. Для каждого он был разным, для кого-то жизненным уроком, для кого-то открытием, важными событиями, для кого-то очередной порцией знаний, умений, навыков. Простым он был или сложным, но для всех и каждого полным размышлений, выводов, планов, пусть время отдыха и перезагрузки не пройдет даром, а вернет всех крепкими, здоровыми, красивыми, к новым стартам. Во время праздника выпускники были награждены дипломами, активные родители благодарственными письмами. Также в этот день на площади перед центром дети и родители собрались вместе, чтобы принять участие в командных соревнованиях. Успех каждой команды зависел от успешного прохождения станций, на которых требовалось показать свои умения в танцах, спорте, туризме и творчестве. Во время прохождения испытаний внимательные педагоги центра всячески содействовали успехам команд. Самый большой восторг у участников всех возрастов вызвали занятия по прыг-танцу. Не для всех оказалось простыми блестикосы на станции «Красотка» парикмахерское дело. А у шатра коллектива «Гримика» многие почувствовали себя превосходными артистами. На туристической станции «Кедр» освоили узел-восьмерку, играли в настольный теннис и волейбол на хоккейном корде, танцевали степ и пели песни. Мне понравилось больше всего проигнаться, он меня больше всего удивил, очень красиво, круто было. Конец учебного года – это повод не только праздновать, но и подводить итоги, годовой работы, рефлексировать, чего удалось добиться и к чему еще стоит стремиться. В муниципальном автономном учреждении дополнительного образования «Центр поиск» на сегодняшний день работает 19 педагогов дополнительного образования. Коллектив у нас молодой, творческий, активный. Все педагоги владеют формами и методами активного обучения в соответствии с современными требованиями. В 2020 году «Центр поиск» был присвоен статус региональной инновационной площадки с реализацией этнокультурного компонента. Мы активно работаем в этом направлении. Обучающиеся с большим удовольствием приходят на наши занятия и тренировки. В педагоге система повышает свое образование, проходит курсы повышения квалификации, а также принимает активное участие в различных обучающих вебинарах, конкурсах и соревнованиях. За прошедший учебный год «Центр поиск» провел обучение по 24 образовательным общеразвивающим программам дополнительного образования в шести направлениях – художественном, спортивном, естественно-научном, туристко-краеведческом, социально-коммунитарном и техническом. В рамках всероссийского проекта «Успех каждого ребенка» по созданию дополнительных мест по реализации общеобразовательных программ в дополнительном образовании в МАУДО «Центр поиск» в этом году открылось новое творческое объединение – 3D-моделирование. Ребята посещают объединение с большим удовольствием, шаг за шагом отрабатывают и постигают навыки создания трехмерных моделей, а также формируют фундамент для создания объемных рисунков, различных предметов в интерьере для создания объемных моделей и построек. В учебном году провели много интересных мероприятий, например, открытие хоккейного корта и первые соревнования на льду, гонка «Лыжня России», встреча с саранпаульским поэтом Владимиром Квашниным, соревнования по подленной рыбалке «Ловись рыбка», семейные спортивные конкурсы. А с 1 июня в центре пояса открывается летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Страна чемпионов». Ирина Будникова, авторское телевидение «Березова» саранпауль. Репортажи от Илла Березова размещены в социальных сетях «Одноклассники» и ВКонтакте. Подписывайтесь на канал YouTube, смотрите наши новости в эфире телеканала «Ямал-регион». Репортажи от Илла Березова